Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня стало известно о том, что в Москве задержан профессор Валерий Соловей и его сын. Новость довольно такая резонансная, потому что я его заявление, откровенно признаться, ну, может, один-два раза я в интернете встречал, но так вот глубоко не погружался в то, что он говорит. Последнее, естественно, заявление, такое как наиболее яркое для меня, может быть, кто ближе знаком с его заявлениями, не самое яркое, но для меня. Это было, конечно, заявление о Владимире Вольфовиче Жириновском сделано. Заявление довольно, надо сказать, смелое, да, крайне смелое. Наверное, вы понимаете, о чем идет речь. Вот что пишет Московский комсомолец. В Москве задержан профессор Валерий Соловей и его сын. Знак.ком сообщает, что в Москве был задержан историк, политолог Валерий Соловей. Также его сын. Указывается, что информацию журналистам передала активистка Эльвира Вихарева. Я вот в телеграм-канале сейчас прочитал еще, что вроде как писали, что он проходит как свидетель, но вроде как пишут, что уголовное дело об экстремизме. Якобы опять в телеграм-канале, если вот ссылаться на телеграм-канал, сообщает о том, что как раз в телеграм-канале каком-то, значит, Соловей писал какие-то заметки свои. А телеграм-канал администрируется неким там гражданином Украины. Вот что-то такое тоже пишут в телеграм-каналах. У них дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику, говорится в сообщении издания. На данный момент неизвестно, в рамках какого дела проводились оперативные мероприятия. Официальные заявления правоохранительные также пока не поступали. Вот еще раз скажу, что пока неизвестно, но то, что вот пишут в телеграм-каналах, вы знаете, что сейчас, что называется, что-то случилось, и даже СМИ больше берут у телеграм-каналов, чем наоборот, потому что что-то произошло в телеграм-канале, тут же появляется и видео происшествия, и аудио, и любые заметки, и все подряд свидетельства, все в телеграм-каналах можно практически вот через несколько секунд после происшествия увидеть, отследить и понять. Значит, опять-таки, телеграм-канал осторожно новости передает, что обыск начался около 7 утра у Соловья, и продолжается до сих пор старшего и младшего Соловьев, значит, забрали на допрос в середине дня. Также со ссылкой на супругу политолога сообщается, что на данный момент он находится в статусе свидетеля. Но еще раз говорю, может быть, данные в телеграм-каналах не совсем верные, разные телеграм-каналы публикуют примерно одну и ту же информацию с небольшими уточнениями, но вот в одном из них я прочитал, что якобы все-таки он в отношении возбужденного уголовного дела об экстремизме. Опять-таки, проверяйте информацию, насколько действительно то, что я говорю, соответствует тому, что есть на самом деле, потому что в телеграм-каналах бывает, что и достаточно непроверенная информация публикуется порой. Значит, Арти передает, что в отношении Соловья возбуждено уголовное дело, кстати, вот Арти тоже, по части 2 статьи 282 КРФ о возбуждении ненависти, либо вражды, или унижении человеческого достоинства. Значит, знак.ком подтверждает данные об уголовном деле по этой статье, и что из-за нее проходил обыск, однако пока не ясно, стал ли Соловей фигурантом или только свидетелем. Значит, ну, вы знаете, сейчас я бы почитал комментарии еще людей вот под этой новостью в телеграм-каналах. Люди пишут, что вроде как у свидетелей технику не изымают, я не знаю, насколько это соответствует действительности, но тем не менее. Поэтому в данном случае можно сказать, что может быть все-таки предположить, да, что он может проходит как обвиняемый, учитывая, что технику дома у него изъяли. Значит, по сведениям канала 112 Соловей находится на допросе в Следственном комитете. База передает, что сегодня обыск также прошел у племянника Соловья Федора. В течение 11 лет Соловей являлся профессором МГИМО, уточнение. Значит, однако после истечения контракта в 2019 году он сообщил, что руководство ВУЗа якобы не захотело более работать с ним, так как он ведет, как сообщает московский комсомолец, антигосударственную пропаганду и подрывает политическую стабильность. Соловей подчеркивал, что увольняется под давлением и по политическим причинам прекращает преподавательскую деятельность. Впоследствии экс-профессор неоднократно делал громкие заявления на общественно-политические темы. Значит, так в марте 2020 года Эхо Москвы по требованию Роскомнадзора удалило со своего сайта видеозапись стенограмму передачи, в которой Соловей говорил о пандемии. Значит, в декабре 2020 года бывший профессор был арестован на 10 суток за организацию проведения несогласованного массового мероприятия в Санкт-Петербурге. Значит, на рубеже 2020-2021 годов, как пишет московский комсомолец, Соловей предсказывал скорые перемены в России. В частности, он заявлял, что не только человек внезапно смертен и что история также меняется внезапно. В апреле 2021 года Соловей сообщал, что намерен создать вообще теневое правительство. Ну, я еще раз говорю, я просто не настолько знаком с его заявлениями, но если он делал такие заявления, то, собственно говоря, многое становится понятным. Несколько дней назад Соловей публично высказал версию о болезни лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ну, и эта версия, конечно, она шокировала просто абсолютно, потому что она была связана не только с неким якобы отравлением, но и с, скажем так, взаимоотношениями, скажем так, Владимир Вольфовича с другими людьми, скажем так, да. И вот еще статья политолога Валерия Соловья задержали по уголовному делу следственные мероприятия в квартире, связанные с уголовным делом. Об этом сообщают сразу несколько изданий. Значит, ну, в общем-то и целом, Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что дело было возбуждено именно в отношении него. Указывают, что по части 2 статьи 282 КРФ предусматривается наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Значит, артист сообщает также, что по данным следствия Соловей делал публикацию, то, о чем я говорил, публикацию о сотрудниках органов власти России через анонимный телеграм-канал. Администрирование этого канала, как утверждается, ведется с территории Украины. Значит, с этим человеком Соловей проводит регулярные стримы, как якобы с бывшим генералом. Хотя на самом деле этот человек адвокат. Вот такие дела, друзья. Собственно говоря, такие новости. Пожалуйста, пишите комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Резервный канал Будда Гришна Live. И Инстаграм Будда Гришна, нижняя подчеркиваю, единичка на тенице. На русском Будда Гришна, три российских флага. В Инстаграме еще раз скажу, что резервный канал на всякий случай тоже можете подписываться в Инстаграме, так сказать, поддерживать связь. Можете прислать какие-то статьи и так далее. В частности, эта статья как раз таким образом была прислана. Вот эти две статьи. Всем пока, друзья. До встречи.